Доброго времени суток, друзья! Прошла еще одна неделя и вот уже на подходе Новый Год. Последние дни уходящего года радуют нас интересными событиями. Ну и по нашей традиции в этом выпуске мы не оставим вас без приятных подарков от наших друзей и партнеров. Давайте по порядку. Поехали! Остаются считанные дни до боя курантов и по дороге возле белорусского квартала на своих санях, ну точнее на Урале, летит, спешит на праздник настоящий Дедушка Мороз. Он спешит на открытие главной елки города. А вот еще один Дедушка Мороз на Аксенова в Макдональдсе. Праздники приближаются и горожане начинают закупаться провизией к Новому Году. Забывая даже о мерах предосторожности, вот тут руководство магазина «Светопор», который на Киевке, забили на все. Куски мяса лежат в открытом виде. Да разве это нормально? Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. И наплевать на то, что люди ходят вокруг него в верхней одежде. Подбедрок, грудинка, обузок, окорок. А кто-то не покупает продукты, он просто их ворует. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика! Забавный случай попал в камеру регистратора. Охранник пятерочки догоняет воришку и изымает целую гору сворованных продуктов. Он после просто дает ему царского леща и отпускает. Парню повезло, что наших доблестных и честных не вызвали. А то бы проблем было намного больше. Видимо, пожалели парня в преддверии Нового Года. А в Плазе? А в Плазе что творится? Перед Новым Годом всегда куча народу и большие очереди. Все заметили, что люди в супермаркетах набивают полную тележку еды, как будто бы в январе магазины не будут работать. Не, ну мало ли, не хватит всем. Все ведь хотят, чтобы праздничный стол ломился от вкусной еды и деликатесов. Икра черная, красная, баклажанная. Полный бокал шампанского, новогоднее настроение и поздравления от президента. Ну все, поехали. Уважаемые граждане России. Хотя знаете, в череде последних событий по станению президента наверняка будет выглядеть именно так. Дорогие друзья, этот год, это не год, это ***. Все пошло. Я с марта в полном. А если я в полном, я сочи. Что *** не по тексту. Но наш народ настроен на позитив. Как вам строители? На линии на 228. Но это же прекрасно. У людей новогоднее настроение. Почему не поделиться и с другими? Тем более, первый наукоград окунулся в марафон добрых дел. Бабочки, у нас срочное включение, прямая линия. И мне подсказывает прямо сейчас, у нас срочное включение. На прямой линии с нашей студией наш специальный корреспондент Дмитрий. Дмитрий, доброго времени суток. Вы на связи. Как вы слышите нас? Да, да, Дмитрий, да, доброго времени суток. Да, слышу вас. Дмитрий, что случилось? Что за срочное включение? Это что-то невероятное. Прямо сейчас в центр милосердия приехал Дедушка Мороз и Снегурочка. Вы себе просто не представляете. Дед Мороз в лице главы города Артемьева Геннадия Юрьевича и мэра нашего города Леонова Татьяна Николаевна. Они приехали и поздравили детей с новогодними праздниками. Для нас действительно это уникальная возможность побыть с ними хоть какое-то время, ну и поверить в сказки вместе с ними. А они верят. С Новым годом! Да, с Новым годом, счастья, здоровья всем, всем удачи. Рыбок просто вставлю как... Спасибо, Дмитрий. Да, это просто незабываемо. Держите нас в курсе событий, пожалуйста. Да, да, Дмитрий, да, это было незабываемо. Будем держать вас в курсе событий, да. А чего стоят огненские автомобилисты, которые выстроились в виде елочки около торгового центра Атлас? Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Ну согласитесь, ведь здорово получилось. Но, несмотря на праздничную обстановку, есть и шокирующие новости. Так не может быть. Может. В соседнем Боровске группа подростков избила сверстницу. Вот это разбокие 12-классницы. Вы начинаете, ебанки, ты шоку. Общественность в шоке. Откуда у современной молодежи столько ненависти? У меня каждый день во дворе эта шушера сидит. Двум девочкам из доподавших всего по 13 лет, а одной 15. И это ей, кстати, может грозить уголовным делом. Если эти не могли воспитать, кто-то должен. Вот тебе и Новый год. А тем временем, салон цветов. Цветы цена одна совершенно бесплатно подарят счастливчику букет цветов или цветочную композицию номиналом в 2500 рублей. Любую на выбор победителя. В ассортименте всегда только свежие цветы по фиксированной цене. Друзья, не забывайте радовать своих любимых и родных вот такими вот оригинальными композициями. А для участия вам всего лишь нужно поставить лайк под этим постом ВКонтакте. И все, а в понедельник, как и обычно, рандомно мы определим счастливчика. Приглашаем принять участие. Дорогие друзья, на этом у меня все. От всей души команда Обнинсмейм поздравляет вас с наступающим Новым годом. Верим и надеемся, что Новый год принесет нам только хорошие новости. Берегите себя и своих близких. Хороших праздничных выходных вам. С вами был Дмитрий Бабочкин. Увидимся в Новом году. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok